Таша с Урала нам звонит. К сожалению, мы вас, Таше, не слышим. Мне кажется, это не она, а он был. Это был Тоша. А, Тоша. Поэтому. Ну, Макс привык. Ну, каждый видит то, что хочет видеть. Алло, да? Здравствуйте. Алло. Секундочку, секундочку. Алло. О, супер. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Алло. Да. Мы вас слушаем. Вы в эфире. Я Антон Рай. Антон. Ага. Ага. Очень понятно. Приятно. Отлично. Хорошо. Я записал. Да, куплю хлеб. Спасибо за то, что дозвонили до нас. С праздником вас. Я родился в 1973 года. 20 декабря, когда родился ТГП, между прочим. 20 декабря. Родился я в 1973 году. Ну, недавно. В 1974 году упер Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Это известный российский композитор. Да. Да, да. Я являюсь непосредственно его фанатом. И, как и вы, очень сожалею об этой великой потере. Но ничего, мы помним его. И спасибо вам за то, что вы напомнили нам об этом. Надо же дальше. Хотите что-нибудь еще добавить? А зачем это тебе вообще нужно знать? Действительно. Это ни к чему. Спасибо за звонок. Антон, спасибо. Ребят, знаете, а я... Это все-таки Урал. Вы чувствуете, да? Кладок по спине прошел. Макс, я думаю, на самом деле, проделки вполне возможно от такого движения, как пранк, как ты думаешь? Вот такого телефонного терроризма. В последнее время очень распространен. Вот такие вот телефонные приколы. И возможно... Это уже, знаешь, не прикол, это какая-то патология. Ну, знаешь ли, нет. Просто они достали бабушку, а потом соединили с радио. И бабушка рассказывала, что в 74-м господи умер Шостакович. В данном случае мне жалко бабушку. Да, мне тоже жалко бабушку. Это был мужчина. Ты думаешь? Я уверен в этом. А что ты взял? Какие признаки? Ну, не знаю, по найсу, по интонации. Ну, может быть. Ну, в общем, это ужасно. Не будем больше думать об этом. Ну, не знаю. Может быть, это ужасно, может быть, нет. Надо же дальше, на самом деле. Ну, это, как говорится, да? Правильный вывод, правильно. Ну, чтобы дальше жить, надо рекламу слушать. У нас звонок, да, ответьте. Алло? Я хочу сказать, что человек – это прежде всего личный. А пранк – это вещь. Спасибо большое. Зачет, вам зачет. Вы действительно в тему. Мы говорим сейчас о Гаите. И это имеет большое отношение. Спасибо вам большое. Я смотрю, ты все еще никак не можешь выйти с вчерашнего эфира. Да мне вообще по жизни не дают. А слабо поставить Бориса Моисеева. Кстати, я вчера был. Можете подвергнуть мою просьбу психоанализу. Первое. Ни за что в эфире. Никаких раскладок. Нет, психоанализа нет. Бориса Моисеева тоже нет. То есть у вас какие-то рамки, правильно я вас понимаю, Макс? Максиму просто не нравится имя Бориса. У него плохие воспитания из детства. Нет, у меня музыкальные рамки, которых я придерживаюсь. У нас современное радио, которое ставит хорошую музыку для души. Для кого-то это тоже может быть. Слушай, ну одна душа может отдохнуть сама. Мне вот интересно, а зачем человеку вообще подвергать образ Бориса Моисеева психоанализу? Мне кажется, там уже все, собственно, проанализировано. Я даже так думаю. Там уже не нужно. Там не нужно копаться и искать чего-то. Надо просто воспринимать его как... Хорошо просто, как Борю. Как Борис Моисеева. Вообще Боря свой парень в доску этим. Вообще, да, я хочу вам сказать, что он вообще очень хороший чувачок. Главное, у него прекрасное чувство юмора. Это уже большой плюс. Алло. Алло. Да, здравствуйте. А Гоген, это Москва. А как и лично. Гогена нет здесь. Если ты эфиры записываешь на радио. Это Гоген, кстати говоря. Гоген. Это ваша запись. Я так рад, что вы снова звоните. Отлично. У меня есть небольшой тост. Выпей яду. На самом деле, вот, Макс, раз нам звонят, да, вот такие люди, как пранкеры, предлагаю немножко поговорить о них. Да, кстати, это интересная тема. Вот, знаешь, мне кажется... Подожди. Вначале выведи вступление еще один звоночек. Давайте заценим. Да, заценим, действительно. Алло. Алло. Алло, меня слышно, здравствуйте. Я в эфире. Да. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, уважаемые ведущие, почему вы до сих пор живы, а? А, отличный вопрос. Кстати говоря, вот, пожалуйста, мы разговариваем. Процесс развития начинается с того, что человек рождается, находит свой путь и самоутверждается. После чего выбирает, что ему нужно, выбирает свой приоритет, встанет на него вставку и развивается. Поэтому мы в выборе сейчас, в активном. Я думаю, на ваш вопрос я ответил. Могу продолжить. Если вы хотите развить себя, вам нужно заниматься самоанализом. Идите в библиотеку для начала. Потом отличный вариант вам пойти, наверное, в какую-нибудь школу актерскую, чтобы выражать свои мысли и эмоции правильно. Да, но сначала, может быть, поработать... Ребята, давайте на самом деле... На позитивом можно поработать. На многом-то интереснее. Расскажи, расскажи для начала нашим радиослушателям, что такое пранк движения. Да, это очень интересно. Пранк, это... На самом деле, не поблагодарясь этого слова, сейчас, может быть, меня многие возненавидят, но какое-то время я наблюдал за этим движением. Был сайт, там, к примеру, какой-нибудь бабушке звонили полгода, а потом приезжали и снимали ее на видео. И там она, естественно, сковородками швыряется в тех, кто снимал. Там были целые герои свои, да, и так далее, и тому подобное. На самом деле, а давайте сейчас попробуем не воспринимать вот этого человека, который спросил, почему мы живы, да, как какого-то вот врага или такого злодея. Давайте попробуем его принять и обсудить о нем. Вот он позвонил, он сейчас думает, что он как-то вот нам что-то плохое сделал, а мы сейчас, собственно, будем разговаривать о нем. Может быть, он позвонил, он позвонил, он позвонил. Вариант чая, все с ним попить чай. Вот, а попить чай с удовольствием. Почему вот люди делают? На самом деле, вот у меня один ответ. Я раньше, мне было страшнее, к примеру, подойти пообщаться с человеком конкретно, будь то девушка или парень, нежели вот попечатать там в чате с кем-то вот по-смситься, да, и так далее. Наверное, отсюда все-таки вот страхи, да. Да, страх от этого или личного общения. Да, личное пространство, личное общение. Плюс здесь же в этой коммуникации заложена некая злоба. Ну, скажем так, агрессия. Агрессия, да. Она чувствовалась в голосе. Агрессия вызывается чем? Злобой. Правильно? Социально недовольной. Вот это может быть. Неудовлетворением. Неудовлетворением, первое, сексуальное. Я думаю, здесь вы не будете доспорить со мной, нет? Нет, здесь, мне кажется, именно социальное даже. Я с тобой согласен. Вот, ну и вот что на самом деле людей. Что движет, да? Что движет такими людьми. Вот мне действительно интересно. Вот, я хочу сказать. Не надо ничего нам говорить. Молодой человек, ждем вас еще раз. И вот можете действительно поговорить своим голосом. И, может быть, рассказать свою точку зрения, зачем вы это делаете. Катерина, как вам? Я с вами полностью согласна. Может быть, он окажется действительно хорошим человеком. Не знаю, там, зоологом, каким-то. А вот... А Супермен нам пишет Супер Макс. Простите. Пишет спидовая. Вот хочу, ребята, вы, наверное, не знаете. Была такая героиня, это Францдвижение, она была номер один. Это была немножко тронута из-за того, что бабушку, собственно, каждый день ей названивали. А у нее была вот такая вот необычная спидовая. Вот меня тут поправляет, да? Ну, попозже о спидовых. А сейчас немного чумовой музыки. Давайте. Оставайтесь. Мы разговариваем про плохие шутки, которые происходят по телефону. Даже я бы шуткой это не назвала. Не назвала вообще. Но мне кажется, это что-то пожестче. Ладно, но... Это, знаешь, такое жалкое подобие травли. Давайте еще немного... Немного травли. Давай, шути. Давай, включай. Алло. 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 Товарищ про... Понятно. На самом деле, Супер Макс, расскажи лучше, как Гоген искал себе актив. И пишет Супер Макс, Супер Макс, позвоните лучше вы. Слушайте, есть тема. Если ни у кого нет никаких планов сегодня, Антон Уральский приглашает к себе на вечеринку. Москва. Он же нам пытался дозвонить. Дунайский. Дунайский. Может быть, это Гогена, Супер Макс. 26 будет супер. Это же может быть... А, Воскресенье в 15 часов дня. Это утренник получается? Утренник какой-то. Это разогревается. А, плавно перехар... Это припаскивает. Как раз, знаете, придут гости, и он выйдет из душа. Антон Уральский, который приглашает на вечеринки всех. Антон, скучает. Не скучайте, Антон, напишите, может, мы вам песенку поставили, которую хотите вы послушать, чтобы позитивнее было на душе. Да звонитесь к нам в конце концов. Мы с радостью поддерживаем. И просто попробуйте еще. Вот в чате до сих пор будет активное обсуждение Фрейда и Гогена. Вот как-то странно. А почему, кстати, дорогие пранкеры, почему бы не переключиться, к примеру, на Макса Максимова? Там все сразу будет ясно. А через что сразу, по-моему, на беговую дорожку или на ринг, и пранкерам ставят на место. Нет, я вообще считаю, что надо решать конфликты путем диалога. В крайнем случае, зубы. Вот нам, собственно, пишет Артем, которому грустно было, да, насколько я понимаю, хочет заказать песню. Ну, это попозже. Это радио фон для этого есть. Обязательно мы ее найдем, эту песенку, и тебе ее дадим. Дадим. В зубы, да, как говорит Макс Максимов. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Кирот. Блин, я так жду, чтобы вот пранкеры сами позвонили. Ну, это по-моему, не честно. Вот они записи ставят. Кирот. Ребят, давайте сами звоните. Слушай, в конце концов, мужик ты или нет? Ну, это такой развод, такой вошел. Да, да, да. А, ладно, понимаем. Если хочешь что-то делать, делай это сам, чтобы мог ответить. Не, а я вот, в отличие от Макса Максимова, просто хочу услышать голос человека. Мне кажется, он намного интереснее, чем вот запись вот этого. Я соглашусь. И мы с ним действительно поговорим, он что-то интересное расскажет про пранк. Я вот что хотел сказать. Вот нас уже называют плохими словами. Урал. Зачем вы портите вот такое доброе имя Урала? Ага. Ну, слушайте, на самом деле... Вообще, плохой пиар это тоже пиар, пусть называют. Да? Да, мы не против. Если вам нужно, чтобы мы вас раскрутили, несите баблос, и мы все сделаем. Легко и с радостью. Лично вот Ксения займется. Отпиарим мы, конечно, по полной программе. Отпиарим. Отпиарим. Красиво сказал. Да. Кстати, вот все заканчивается пошло, конец. Вы не заметили? Нет. Так вот, на конце программы мы обсудили темы, которые происходили в мире, которые происходили в частности с людьми, которые нас окружают. Да. И, собственно, была затронута тема, по-моему, пранкеров, да? Они вот и отписываются. Я хочу сказать одно. Вот их можно ненавидеть, любить. Любить. Не обращать внимания. Не обращать внимания. Но я думаю, вот тот факт, что они есть, нужно признавать. Вот. И ни в коем случае не отвергать. Это социальное явление, я не знаю, это болезнь. Называйте как угодно. Пранк есть, вот, на сегодняшний день. Он не может жить. Жив и будет жить. Может быть так, пока есть телефон, я согласен. Поэтому, ну, господа пранкеры, если вы нас слушаете, ну, вот, наверное, вы добили своего, мы говорим о вас сейчас. Вот, а... Какой был, да, пиар-ход сейчас? Поддержу нашего слушателя, хватит разговаривать на эту тему. Понимаете, чем больше мы доделяем ей внимания, тем больше она разбухает.